И это применимо к вашим биологическим детям и также к духовным. Когда мы рассматриваем время исправления, уделите время восстановлению взаимоотношений. Когда вы делаете что-то очень позитивное после наказания. Никому не нравится быть постоянно наказанным, как будто вы находитесь в темнице. Поэтому, когда я своих детей по-библейскому физически наказываю, я им говорю, если ты будешь так поступать, если вы будете так поступать, то вам нужно использовать тот инструмент или предмет, который не будет наносить ущерба или телесных повреждений. Такое, что может... Которое не сильно ранит, ну, вообще не ранит, просто легко... Вы не хотите их повреждать, не хотите, чтобы были синяки, и было много боли. И после этого вы их обнимаете, вы проявляете любовь и восстанавливаете взаимоотношения. И следующее то, что называется естественными обстоятельствами. Например, вы говорите своему ребенку, не бегай. И они в этом непослушны вам. И они упали. И они ударились. Вам не нужно наказывать их, когда это произошло. Потому что у них естественные есть последствия после их боли. Вы их поднимаете. И когда вы отрягиваете и помогаете с их болью, вы должны в этом обучать их. Если бы ты был послушным, это бы не проявилось. И запомните, каждый раз, когда вы их учите, вы учите почитать их отца и мать. Эфицианам 6, 2 и 3. То, что я там вижу, это жизнеутверждающий принцип. Мои оба родители умерли. Но я до сих пор их почитаю. Вместо тех негативных вещей, которые я в них видела, Бог показывает мне их почитать. Последние 2 года в жизни моего отца были очень трудными. Он был алкоголиком, и ему было очень плохо. И в один день я приехала к нему, чтобы увидеть его. И я знала слово. Написано, что почитай своего отца и мать, чтобы твои дни продлились. По очень такой эгоистической причине я хотела почитать своего отца. И я задавал Богу вопрос, как я могу почитать его за это? И он мне ответил, что ты почитаешь его со своим прощением к нему. С чего это и начинается. И мой отец умер в 1991 году. И в 1994 действительно очень огромное пробуждение началось в Торонто. Каждый раз на протяжении нескольких лет у меня было очень сильное переживание в встрече с Господом. И я получала, вспоминала хорошие воспоминания о своем отце. И поэтому то, что я первое сейчас вспоминаю о нем, это не негативное. Но все началось с прощения. Теперь вы, наверное, до сих пор должны понять, что прощение — это очень важная тема. И всегда к нему нужно возвращаться. И в Эфизианам 6,4 и Колоссянам 2,23 и Колоссянам 3,21 Есть такие предупреждения к отцам. Мы должны остерегаться от того, чтобы раздражать своих детей. И мы не должны их унижать. Унижать. Это как раздражать их, от того, как они так обреждают. Они унижают сердце. Вы можете раздражать своих детей, если вы будете непостоянны, непоследовательны в своих исправлениях или обучении их. Вы можете раздражать их, если вы несправедливы в отношении к своим разным детям. Вы можете раздражать своих детей, если вы не объясняете ясно им, что вы от них хотите. Иногда дети в своей греховной природе говорят, что вы были несправедливы, когда вы были совершенно правы. Но я видела родителей, которые были несправедливы. Один ребенок получил наказание за что-то, а второй не получил. Старайтесь такого избегать. Теперь послушайте. Будут такие моменты в жизни, когда ребенок будет приглашать вас в свой внутренний мир. Когда это происходит, будьте очень уважительны. Не ходите туда, как рота солдат, вот так. Стоп, 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 стоп. Вам не нужно так поступать. Если они открываются и высвобождают секреты своего сердца, и вы очень строги с ними, для них будет очень трудно открываться вам снова. И это действительно может их раздражать и не ободрять. Одна из самых раздражительных вещей, которые родители могут сделать, это ожидать детей жить или вести себя так, как родители не ведут себя. Я не хочу, чтобы ты терял над собой контроль. Но я теряю при этом самообладание над собой. Мы должны быть хорошими примерами. И это также работает с духовными детьми. Не говорите детям те вещи, которые должны знать только взрослые. Это не достаточно такой приятный пример, но хороший пример. Бывший муж моей дочери был нечестный с ней. И она должна была объяснить своему сыну, почему это произошло. И она хотела быть честным, но он не был способен принять всю эту информацию. Бог дал ей понимание, как объяснить ему это. Без непочтения к его отцу. И так, когда он будет возрастать, он получит больше информации. Но мы не ожидаем того, чтобы 13-летний мальчик принимал всю информацию и понимал ее. Потому что он нуждается в своем отце. Это трудно. И каждый, кто сталкивался с разводом, знает, что это трудно. Но не важно, насколько мне было трудно или моей дочери. В этот момент мы беспокоимся о том, что наилучшее для этого мальчика. И мы ожидаем и доверяем Господу, что он восполнит все потребности в отце этого мальчика. И я верю, что это произойдет быстрее, если быстрее мы будем его прощать. Давайте поговорим об этой таблице. Некоторые ученые или ребята сделали исследование, как влияют родители на воспитание детей. И они изучили, как родители влияют на разные группы детей. Они измеряли или смотрели на контроль и на поддержку. Они измеряли уровень контроля и уровень эмоциональной поддержки. В первом верхнем левом квадрате мы видим там, где родители имеют высокую поддержку и высокую эмоциональную поддержку. «Ты будешь делать то, что я буду говорить, но ты должен всегда знать, что я с тобой, я на твоей стороне». Мама и папа с тобой ради этого. И они увидели, вот эти ученые, что дети, которые воспитывались в такой семье, они были, скорее всего, более успешными. И они чаще всего принимали ценности своих родителей. Это такие типы родителей, которыми мы являемся. Мы вовлечены в их жизни. И мы их настолько сильно любим, что они знают об этом. И они приняли наши ценности, и они успешны. Что же удивило меня со следующей категорией? То, что мы называем это в английской культуре, это родители, которые обещают. Те, которые не очень хороши в контроле. Но они очень сильно проявляют поддержку. Моя подруга Нэнси, которая сейчас есть в Иисусе, была такой вид родительства. Она не была очень хороша в постоянстве с правилами. У нее было три сына. Но они все знали, что она их поддерживает и восхищается ими. Из всех четырех групп это такая вторая по уровню, которая по успешности после первой. Которая по уровню успешности. И следующая, третья группа, которая левая, нижняя. У них очень много правил и контроля. Но не очень много эмоциональной поддержки. Некоторые из вас, может быть, и выросли в таких домах, в таких семьях. Были времена в таких детей, когда им было трудно принимать ценности от своих родителей. И поэтому они очень редко были успешными. Некоторых из таких вы можете увидеть в вашей общине. Поэтому используйте инструменты СОЗО. И помогите им увидеть, что Бог Отец всегда вовлечен. И всегда доволен ими. Это очень важная тема. Это очень важная тема. Следующее, последнее, мы называем их отверженными. Там нету поддержки. Нету контроля. Они просто оставлены. Они менее всего или наименьше успешны. Но... Но Бог... И так же некоторые из таких людей мы имеем в наших общинах. И поэтому нам необходимы инструменты СОЗО. Чтобы мы могли соединить и дать месту взаимоотношений этих детей с Богом, с Яшуа. И чтобы Дух Святой любил их как мама. У нас есть надежда для таких детей. Где бы вы ни находили себя в этой таблице, каждый из них нуждается в Боге. Вывод, который я делаю после того, как рассматриваю эту таблицу. Это очень важно, что мы поддерживаем этих детей эмоционально. Им нужно знать, что мы заботимся о них. Вы можете сказать, что таким образом мы должны относиться ко всем Божьим детям. Мне приносит удовольствие, удовлетворение, когда я вижу, когда вы, именно вы, принимаете эти истины. И потом вы пойдете, будете жить своей жизнью и будете менять вещи вокруг себя. У нас есть друзья, у которых есть дар стоять на стадионах и вокруг много тысяч людей. И у них есть возможность говорить к людям, и такое ощущение, что они говорят именно к тебе. И я считаю, что это очень классно. Но Бог меня не так сотворил. Я хочу, чтобы, чтобы, хочу видеть людей, хочу видеть лица, хочу знать, что у них происходит. И, как, когда мы приезжаем в Украину, я приезжаю в Украину, то я вижу, видела людей на протяжении около трех лет. И это приносит мне счастье, когда я вижу, что люди растут и меняются. Это просто приносит мне счастье. Мы практикуем немного созо. И вам будет лучше. Вам будет лучше слышать Господа. Вам будет лучше идентифицировать, понимать, в чем ложь. В какую ложь я верил. Возможно, вы не очень хороший родитель, а даже плохой. И ложь, в которую вы верили, может говорить, что у меня нет надежды, что все я делал плохо. И мы отдаем эту ложь Богу, но в чем же истина? Что Бог, Он велик. Бог всемогущий. У Бога всегда есть план. Бог не говорит, что, ой, я этого упустил, я не заметил этого. И еще Он заботится обо всем. Он решил вопрос не только с нашим разделением с Богом, но Он взял на Себя все наши раны, все наши боли. Физически и эмоционально. Я вспоминал об этом свидетельстве, когда говорила о Нэнси. Нэнси покинула своего мужа, когда ее сыну был один год. Пришла к пастырю и его жене. И она была в очень сильном разочаровании. Они вернулись к разговору о их браке. И она вернулась к браку, и у них было три ребенка, три мальчика. И я могу сказать, что очень много они допустили ошибок, как родители. Все три парня были наркоторговцами. Но все три сейчас следуют за Господом. Знаете почему? Потому что эти ребята увидели, что их родители покаялись. Они увидели, что их мама и их папа ответили, когда Он их исправлял. Старший сын говорил, что они раньше спорили на глазах у детей. Это не хорошая вещь. И то, что он научился делать, он одевал просто наушники. Просто, чтобы он не хотел слышать, как спорят их родители. И он помнит, что до сегодняшнего дня, сняв наушники, он увидел, что они не хотят спорить. И он увидел, что брак его родителей изменился. И он начал служить Господу от чистого сердца с двумя младшими братьями. Поэтому, когда Кирк ведет вас в молитве, не бойтесь смотреть на свои ошибки. Когда мы идем в покаяние, ходим в покаяние, это открывает двери милости для наших детей. Иногда вам нужно пойти и попросить у них прощения. Но иногда вам нужно просто измениться. И они увидят, что вы уже другие. И они увидят, что вы продолжаете меняться, и вы идете за Господом. В этом есть очень сильное влияние. И не забывайте о ангелах. Мы не видим их вокруг. Но я верю, что есть очень много ангелов, которые просто сидят и ждут. И они как будто друг другу, Бог к ним говорит, «Ты слышал, что такое, что Кирк сказал?» Что Кирк только что понял или покаялся то, что он поступал неправильно. «И мне нужны вот эти ангелы, которые направятся и помогут в исправлении». Вы высвобождаете. А наше исповедание высвобождает Бога в действии. Мы знаем, что Бога ничто не может остановить. Но в нашей личной жизни наши ошибки мешают нам посмотреть на проблему. Может быть, нужно научиться не бояться смотреть на проблему. «Вот, что же я сделал?» Я отдаю ее Богу. И потом Он высвобождает, чтобы получить истину. И я верю, что Он высвобождает ангела. И я не делаю это своими собственностями, но это Бог действует. Я хочу дать Вам местописание в Матвей, 6 глава. И в конце, в 33 стихе, И Он просто Иешуа говорит ученикам, «Не беспокойтесь, не заботьтесь». Да, это касается тебя, Иешуа, но у меня есть сегодня проблема. Но перед этим Он говорит, «Ищите прежде Царство Божие». «Ищите прежде Царство Божие»